В 2007-м, когда Анатолий Сердюков занял пост министра обороны, перед ним стала задача реформировать вооруженные силы Российской Федерации. Это означало создание новой, мобильной, профессиональной и оснащенной по последнему слову техники армии. Однако за пять с половиной лет, которые Сердюков возглавлял оборонное ведомство, никаких существенных обновлений войска не увидели. Вместо обещанных сверхсовременных боевых машин, офицеры получили только отремонтированные, но морально устаревшие советские танки, израильские разведывательные беспилотники, которые пылятся на складах из-за неприспособленности к нашим суровым погодным условиям, дорогие итальянские броневики, ничем не уступающие куда более дешевым отечественным аналогам, и два обезоруженных вертолетоносца Мистраль, обслуживание которых требует огромных затрат. С каждым годом на закупку нового оборудования из бюджета страны выделяются все большие средства. Так, с 2007-го, когда объем финансирования составил 745 миллиардов рублей, эта сумма выросла почти в два с половиной раза, и сформированный гособоронзаказ 2012 выкачал из российской казны уже 1 триллион 800 миллиардов рублей. Несмотря на такие колоссальные вложения, армия до сих пор страдает от нехватки военной техники. На вопрос, куда исчезают деньги, эксперты разводят руками. В 2007 году Рособоронзаказ был выполнен, когда денег было меньше, выполнен на 60%. В 2008-м кризисном году на 50%. В 2009-м он выполнен на 30%. В 2010-м он выполнен на 17%, а в 2011-м не выполнен вообще. Выходит какая-то интересная прогрессия. Чем больше даем денег, тем меньше выполняется Рособоронзаказ. А куда же деньги деваются в бюджетах? Их не возвращали. Так выглядит российский истребитель пятого поколения ПАК-ФА. Его разработкой занимается ОКБ Сухова. На создание этого самолета ушло уже 10 лет. Однако до сих пор ни одного образца на вооружение не поступило. В августе 2011-го года на показательных выступлениях на Международном авиационно-космическом салоне МАКС из-за отказа автоматики сверхсовременный борт даже не смог оторваться от Земли. И это несмотря на то, что в США аналогичная модель F-22 Raptor успешно летает уже с 1997-го года. Конструкторы объясняют, финансируется проект с переменным успехом, поэтому работы идут медленно. Удивительно, ведь по словам чиновников Минобороны, деньги на строительство передового истребителя льются рекой. По официальным данным, стоимость программы составила целых 60 миллиардов рублей. Получается, что либо отечественные инженеры не справляются со своей задачей, либо кто-то в ведомстве специально перекрывает им кислород, снижая зарплату и создавая спартанские условия труда. Если мы раньше на 15 авиационных заводах выпускали полторы тысячи летательных аппаратов в год, то сейчас мы их делаем поштучно. Ну, сами понимаете, если самолет в год должен выпускать, допустим, 500 самолетов, а выпускает один, ну, это нерентабельное производство. Потому что контингент людей, которые собирают этот самолет, должен быть тот же, а выручка всего от одного самолета. От маленьких жалований и катастрофического недостатка заказов на военную технику в свое время пострадали и рабочие знаменитого Уралвагонзавода. В 2010 году они отправили Владимиру Путину коллективное письмо, где утверждалось, что несмотря на заявление руководства предприятия о полной загруженности промышленных мощностей, на самом деле цеха простаивают, а уровень зарплат обычных непривилегированных сотрудников с каждым годом снижается. И если раньше слесарь получал, скажем, 30-35 тысяч, то сейчас всего 12-16. А ведь именно на этом заводе, по словам экспертов, уже несколько лет создается новейший российский танк Т-95, который должен заменить Т-90, охраняющий государственные границы с 1992-го. Однако из-за полного сокращения финансирования выход новой машины в свет находится под угрозой срыва. Управление, которое как раз вот и занимается, ну, финансовыми потоками, реализацией тех планов и программ, которые закладываются в план военной реформы. И в результате везде неэффективность, везде развал, везде коррупция. То есть вот создана мощная такая мафиозного типа структура. Слова яркие, слова и цели как бы объявляются благородными, вот, но на самом деле идет разрушение всей системы вооруженных сил. Несмотря на попытки отечественных конструкторских бюро поставить на конвейер свои боевые машины, Миноборона от них отказывается в пользу зарубежных образцов. В ведомстве уверены, у нас и технологии старые, и цены, которые заламывает производитель, не оправдывают покупку. На этих кадрах парад победы, который прошел 9 мая 2012 года. В торжественном мероприятии приняли участие больше 14 тысяч офицеров и около 100 единиц наземной военной техники. Сейчас вы видите, как по Красной площади движутся установки ракетного комплекса «Тополь-М». Их сопровождают новейшие бронеавтомобили «Рысь». Мало кто знает, но на самом деле продемонстрированы машины не российского, а итальянского производства. И называется «Ивеко-ЛМВ». Они были закуплены по поручению бывшего главы оборонного ведомства Анатолия Сердюкова для замены морально устаревших «Тигров», которые открывали механизированную часть выступления. Удивительно, но за то время, которое Сердюков занимал пост министра обороны, кроме итальянских броневиков, на защиту нашей Родины встали также немецкие и британские разработки, в то время как многие отечественные образцы отправились в утиль. Эксперты уверены, если ситуация не изменится и госпрограмма вооружения России не будет доработана, в ближайшем будущем вся наша армия полностью перейдет на импортную технику, а высококвалифицированные специалисты с именитых заводов отправятся голодать на улицу. И мистрали заказывают, и бронеавтомобили за рубежом заказывают. Наши... Мы сегодня даже свою бронетехнику вот изготавливаем, производим на германской стали. В то время, когда наша сталь всегда была лучшей, в годы войны, после войны, разведки, не только германские, но и запад, они все время пытались вот состав и технологии производства этой стали выкрасть у нас. А сегодня мы закупаем там, потому что... и гробим свою отрасль, потому что там проще получить откат. Вот и все.